Продолжение следует... Мы сейчас устраиваем кружки, выездные мастер-классы, сотрудничество с другими центрами по всему Ленинскому району. На выездной мастер-класс по лепке и гончарному искусству желающих набрали буквально за пару часов. Записаться на него могли получатели услуг Центра Вера. 89-летний Виктор Федорович Сашин старается не пропускать ни одного занятия. Это ему тоже очень понравилось. Рукоделие, ну как я скажу, наших предков, горшки делали. Все, как говорят, с глиной, фарфор, это все делалось с глиной. Вот и мы попробовали показать свое мастерство. Присутствовавшим на мастер-классе предстояло за два часа слепить собственными руками из глины кружку. У кого-то получалось лучше, у кого-то хуже, но прелесть глины заключается в том, что никогда не поздно подкорректировать неудачные места или вовсе начать лепить заново. Вот такая кружка получилась. У меня получалась она дважды, потому что давно не лепила. Вот ручку даже прилепила, какая-то сложноватая. Вот ручка. Она, знай, то и дело отваливается. После росписи специальными красками предстоит длительный процесс по превращению заготовки в готовые изделия. Потом это все будет сохнуть около недели, потому что сейчас жара, это может быть чуть поменьше времени, около пяти дней будет сохнуть, обжигаться в первый раз утильный обжиг, потом покрываться глазурью прозрачной и еще раз обжигаться. Где-то через две недели, дней 10-14, будет все готово. Готовые изделия по прошествии этого времени передадут их авторам. В дальнейшем подобные мастер-классы планируется проводить на постоянной основе. Такой вариант Центру социального обслуживания «Вера» предложили сами сотрудники гончарной мастерской. Хотелось бы хотя бы раз в месяц, раз в два месяца что-то такое делать хорошее. Мне кажется, людям нужно почаще делать что-то хорошее просто так. Напомним, что программа «Долголетие в Подмосковье» стартовала в регионе с 10 июня этого года. Теперь пенсионеры могут бесплатно посещать кружки и спортивные секции, а также бесплатно или со скидкой ездить на экскурсии. Подробное расписание занятий можно найти в приложении «Мобильный центр социальных услуг». Екатерина Борисова, Александр Будников, Ольга Садовская, ВИДНОЭТВ.